Привет дорогие друзья, с вами дядюшка Розе и это канал по видеоиграм с дядюшкой Розе, где я играю в различные игры, это как MMORPG, это все разное, что мне понравится, что я увижу, вот как я играл XO, мне очень неплохая игра, сверху ссылочка будет на стрим, если тебе понравится, ставь лайки, чтобы активность была, я продолжу играть в эту игру. Но сейчас по обновлениям в Nightcrow быстренько пробежимся, теперь я понял, что это за фигня, ага, уже можем забирать, можем забирать, а это мы еще не можем забирать, специально тормозят покупку-продажи для того, чтобы побольше людей забанить, которые пытаются перепродать за реал, наверное мне и этим и нравится эта игра, потому что видно какая-то ведется работа, кого-то банят, какие-то патчи, очень интересно пока, что добавляется данж, мы откроем меню, подземелья группы, вот такой вот данжик, в котором будут, вот это я вообще не понял, что это за сироп такой, дает одно очко веры, ночных воронов, эликсир удачи какой-то, что это такое, пока мисс непонятно, но, а в целом, голда, плюс вот такие браслеты интересные, создание браслета, хрусталик, такие материальчики нужны, пока очень интересно сделано, очень мне нравятся, тоже разные материалы, рандомные, с заданной вероятностью может выпасть один из предметов, то есть хорошо, но это пятый уровень сложности, но я пока не пробовал подавать заявку, потому что это данж на 5 человек, 3 раза в неделю, даже если мы будем проходить легкий данж, можем получить рандомный белого до синего браслетика, урон от крита, это на все классы, 250 голды и вот это, это пыль звезд, очень интересно, ну плюс голда уже хорошо, браслет можно создать по специальности и утром браслетик стоил 1100, хочу 100, 350, последнее по 400 еще до сих пор скупают, но у вас есть ресурсы для создания данного браслета, зарегистрируйте поручение для кого-то за 10 алмазов, чтобы он попытался вам создать, если он будет не привязанный, ой, этот браслет будет дорого стоить первое время, так как он новый, короче, добавился партийный данж, который дает ништячки и это круто, накопил 9 лямов, возьму наконец-то скилл исцеления, также событие, так добавляется событие на 7 дней, очень крутое, я бы сказал, событие, то что на 14 день мы крафтим глайдер, что есть хорошо, синий глайдер, можем попытаться скрафтить 1 мариончик, 15 шестеренок, я бы сказал, неплохо, если мы возьмем, ровно 15 шестереночек, мы забираем событие, плюс вот такие вот лунные камни, за которыми мы крафтим свиточки, как раз тоже неплохо качать свой навык, после покупки скилла я немножко перестану делать упор на золото, чтобы копить на скиллы, то буду и подкрафчивать, также через альтов качайте свое мастерство создания, через ресурсы, не забывайте, через ресурсы, мы проходим до 35 уровня, нам дают там 200 рейсиков на выборы, мы качаем, будет предмет, который мы создаем непривязанный, мы можем его продать, это уже за донат мы покупаем, тут гача, 2 штучки по 11 раз, 4 карты по 1 раз, рандомные предметы, также видим всякими эликсирчиками, донатный пропуск, которым голда, часики, опять-таки голда, крутить рунку, вот добавляется вот такой золотком, ну не знаю, тут очень мало золота сыпет, вы получите около 2 плюс лямов золота, также бесплатно 200к голды, и финальная награда, если купите пропуск 500к, ну и того где-то около 2,5 плюса голды с пропуском, также разочаровал этот пропуск, который крафтовый, очень вкуснейший просто пропуск, и мариончики, и ресурсики, блин, что тут только нет, но это пропуск за реал, и стоит он 30 баксиков, поняли, насколько это вкусно просто, это невероятно вкусно, именно вот этот пропуск создания, они его сделали за донат, а не за игровую валюту, хорошо работают, получается сколько тут шестеренок только, 25 шестеренок, я попытался один создать, он оказался привязанный, одел на себя, точнул плюс 3, игнорируя снижение урона, но это в пвп, урон открыта тоже, потому что если мы посмотрим вот сюда, тут вообще скорость атаки, хоть я заклинатель, и вообще никак не отношусь к скорости атаки, ну я хил, но как бы по мах ветке иду, ну не понимаю я этого, и также меткость, меткость обычная, меткость плюсуется с мах меткостью, и получается 170, как это работает, обычный крит должен работать как мах крит, я предполагаю, у нас добавились вот такие вот глайдеры, если у вас есть задвоенный синий глайдер, создать вот такой вот сундучок, в котором рандомно опять же выпадет глайдер, создание 10 мариона и любой глайдер, можно приобрести глайдеры на аукционе, также попытать удачу, вот 2400 покупают глайдеры, можем попытать удачу, достать зелененький и продать его немножко дороже, смотри какой выпадет, а может и белый выпасть, добавляется временная кола, с такими вот монетками, у NPC арены, мы покупаем вот такие монетки, 90к знаков продвижения, видим прошлый ивент меня высушил просто, потому что я скупал ежедневно и золото и ресурсы, добавляются смайлики, там какие-то исправления, вот журнал активности гильдии улучшен, и теперь отображается с наивысшим приоритетом, так обновление все и наконец-то пойдем купим ту книжку, из-за которой моя профессия называется, хил, я буду хилить, где она, да восстанавливай 300 себе или члену группы, кивааааааааа, наконец-то, я хил, я гордо скажу, я это, это я хил, Давайте попробуем зайти в первый этап, посмотрим, что это за подземелье такое, и мы его пройдем. На подземелье 10 минут дается. Опа, смотрите, Соклан, ни хрена себе. Соклан, привет. Давай, давайте, ребятушки, давайте. Опа, нас закинуло. Сори за жесткую просадку FPS, у меня просто еще два окна Lineage 2 Mobile открыты. Вот это морда. Да, тут видим, какой-то NPC стоит. Можем закупиться. Там уже идет вовсю битва. Я должен хилить, а как не хилить? Я должен выбирать персонажа, да, наверное? А, да, вот, я выбираю персонажа, и я его подхилию. Все супер. Все, я супер хил. В зависимости от просадки HP. Ну, стань же за спину, ты, нимба, блин. Что это за клан? Что это за человек непонятный? Видим, без хила тут невозможно. Даже в первом подземелье, когда мы идем с рандомными ребятами, кстати, у него фиол ножики. И надо отойти в сторону. Но я тоже стою, как бы, на... Да, MP. Надо MP качать. Шмотки на MP. То, что... Можно ли на баночках, чисто пройти на баночках, чтобы хил не тратил. Менее интенсивней подхиливать. 7 минут, 3 минут. Мы даже, наверное, не успеем. Мы даже ему пол хп не сносим. Мы не успеваем за 10 минут. Не успеваем. Мы ему снесли где-то четвертую часть. Мы не успеваем. Мы никак не успеваем. Я против. Надо последнего идти. Давайте еще раз попробуем. Надо собирать сильных ребятушек, чтобы ходить данж. То, что с рандомами не вывозим. Пропускаем заставку. Тратим минуту только на заставку. Ты хочешь сказать, я тут ДД? Не, мы не вывозим. У него 10 полосочек. Вот так, ребята, дали хороший данж. Очень сложный данж, в который нужно ходить. Просто нереально сложный РБ. Идет вторая неделя. Вот таких ивентов. Дают 5 кусочков и 500 монет гильдии. Проходите задание гильдии. Потому что это очень важно. Также обновление. Всего 100 монеток золота. Это очень дешево. И заполняем журнал. Да, есть 4 журнала, которые тоже открываются за счет очков гильдии. 20 хп гильдий и 20 монеток. 460 монеток мы получили. Тоже плюсик. 52к монеток. Считайте, третья часть. А я хочу скилл вот этот. То, что он более, мне кажется, будет лучше, чем я буду копить на вторую профу. Вторая профа, конечно, даст очень много. И эффектов освоения, которые дают статы. Также пробуждение скиллов. Плюс крит. Видим тут. Урезать кд. Увеличить урон. Исцеление. Дальность атаки 6 метров. Очень круто. То бишь, вы можете стоять дальше. И вас не будет цеплять там РБ. К примеру. С определенной вероятностью снимает один эффект ослабления. Тоже очень неплохо. Гриндим с поля. Стоим во ФК. Нужно отставить арены. Спецподземелья. Также атака ботов. Давайте поговорим про атаку ботов. Недавно открыли вход на сервер. И была большая атака ботов. Кстати, у меня тут еще один такой бот вроде бы есть. Наверное, он бот. Да, потому что он не проходит задание. Проходите приказы. Потому что кто не будет проходить приказы. У вас нет трое суток. Кика из гильдии. Я отталкиваюсь лично от. Смотрю то, что делает. И делаю выводы. Что и с кем мы работаем. То бишь, это атака очень неплохих людей. Так скажем. Я надеюсь, это не боты какие-то. Окна чьи-то. Но они проходят приказы гильдии. В целом, живых людей гильдии. Это три человека. Я, Инхотеп и Сенгвиниус. Потому что эти два человека зашли в дискорд. Если ты зашел в дискорд. Отпиши мне. Я тебе дам права. На вкладке клановые. Где мы сможем общаться. И планировать будущее клана. Вообще размышлять, что мы будем делать. Конечно, круто, что я взял хил. Но, видим, он мне не помогает. Подземелье. Мы можем ходить бесконечно. Получается так. Пока не пройдем. Это очень круто. Я думал, будет сгорать количество входов. То качаемся. Я 44 уровень. Также по статам давайте пройдемся. 167 урона. 170 точности. 160 почти защит. Играем хилом. Очень плохая профессия для гринда в поле. 36 локации. Пытался тут оставлять пару раз чара. Но по дропу не очень. Конечно, вкуснее итемы падают. Которые можно продать дороже. Но и то на них уже цена тоже падает. Также я приобрел вот такой вот крест. Потому что дает очень много меткости. В отличии от зеленого. В целом, играем. Смотрим. Наслаждаемся игрой. Так. Ну на этом все, я думаю. Еще не пропустил. За все ты тоже пиши комментарии. Потому что за приказы гильдии. Ну если Соклан бы мне не скинул скрин в дискорде. И я не посмотрел на этот скрин. И не увидел там 500 монет за прохождение 99 мобов. И обновление всего-то в 100%. Находим этот приказ. И делаем без проблем. Дополнения разные, что я пропускаю. Я добавляю в группе дискорд. Мы тут общаемся. То заходи в дискорд. Если ты в клане. И даже без клана. Вместе делимся информацией по игре. То с тобой твой друг Розе. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok